С 2022 года во всех школах по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации начали создаваться Центры детских инициатив, цель которых – формирование условий всестороннего развития детей и подростков, кружков по направлениям интересов детей, а также организация места встреч с детскими общественными движениями, родительским, педагогическим, профессиональным сообществом для проведения совместных мероприятий, что является неотъемлемой частью образовательной системы. В школе номер 6 поселка Дружба уже вовсю функционирует кабинет детских инициатив, чему очень рады учащиеся школы. Между двумя звонками срок называется урок. Урок, молодцы, какие умницы. Дальше он звонит, 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 очень многим он велит, то сядь да учись, то встань да разойдись, звонит, звонит, отлично, молодец. Дальше. Стоит веселый светлый дом, ребят проворных много в нем, там пишут и считают, рисуют и читают. Это? Школа! Молодцы. Живет с утра, она чернила, и вот потом я ей тетрадь даю, она по ней идет гулять. И это? Ручка. Ручка, молодцы, хорошо. Идите ко мне все, по одной, смотрите, что у вас, вот, у него юла, у кого еще юла? Мишка, три, значит, мы нашли друг друга, все, значит, это что? Паровозик, у кого паровозик, быстро сюда подошли. Мишка, так, паровозик один, бери, паровозик два, паровозик три. Это кабинет, в котором школьники будут создавать и реализовывать собственные внеклассные проекты, проводить классные встречи с интересными людьми, готовиться к конкурсным мероприятиям, а педагоги проводить классные часы и открытые уроки. Эта комната должна быть такой, где ребята будут чувствовать себя комфортно, ведь недаром она называется комнатой детских инициатив. Открываются эти центры в рамках недавно созданного в нашей стране российского движения детей и молодежи «Движение первых». Если проводить аналоги с пионерским движением, то такой центр – это аналог бывшей школьной пионерской комнаты. Целью этих центров является, в этих центрах могут и родители приходить, родители могут встречаться с детьми, с организациями детскими, школьный театр, школьный музей, спортивные клубы. И на базе вот этих центров дети могут, тут есть экран, принтер, ноутбуки, они могут проекты делать, участвовать в разных российских этих конкурсах. И как бы и учителя, и дети могут приходить сюда. Это получается площадка для встреч. Благодаря администрации района мы запустили эти центры во всех 13 образовательных учреждениях и курируют их советники и директоров. Теперь у наших ребят появилось яркое и уютное место для реализации своих проектов, идей и амбициозных планов. Это своеобразный штаб для детей, место встреч, сборов и репетиций. Поделилась с нами советник директора по воспитанию Рузана Тимзокова. В пункты советника директора по воспитанию входят в основном дни урочные мероприятия, направленные на какие-то посвященные памятным датам, как нашей страны и в целом республике тоже. У нас есть дни идейных действий, когда мы одни и тежные мероприятия проводим во всех школах нашей страны. Но у нас есть еще, несмотря на то, что концепция у нас единая, мы еще можем добавлять туда региональный компонент, в основном от особенностей нашего региона, местности и так далее. В кабинете мы проводим очень много времени, даже на переменах. Сюда дети прибегают и мы обнимаем, какие мероприятия мы будем проводить, как мы это будем делать, формат мероприятий. Это могут быть интеллектуальные игры, викторины, либо кинолектории, после которых у нас обязательно обсуждение, потом с ребятами, как они поняли. Если, допустим, исторические памятные даты, то мы обязательно сначала проводим беседу, а потом уже узнаем ребят, что они знают про эту дату, что они слышали. Иногда мы очень удивляемся тому, какие ребята у нас любознательные и неожиданно бывают знания по разным категориям направлениям. Кабинет у нас достаточно оснащен, мы можем работать с полным миром. У нас есть техника, которой мы пользуемся ежедневно, и экран, и музыкальные колонки, и компьютер, и принтер. И у нас кабинет немножко похож на стандартные классы, чтобы дети были более расслаблены. Они могли в такой расслабленной обстановке какие-то свои пожелания рассказать, может быть, не смущались, не были скованными. Они иногда очень много разных идей подают нам, что мы делаем именно в таком формате мероприятия, проводим, в котором они хотят. У меня есть помощники, это старшеклассники, которые входят в актив школы, они регулярно на всех мероприятиях не помогают, и заодно они курируют малышей, это своего рода наставничество. Сейчас это очень такое направление, в котором мы пытаемся развиваться, чтобы у нас в школе было наставничество, чтобы старшие ученики помогали младшим. И это довольно-таки организованно у нас происходит, несмотря на то, что советник директора тут всего лишь год, второй год учебник пошел, мы как-то успели умлиться и понять, что надо делать. У нас есть консультанты в этом деле, у нас есть муниципальные координаты, которые нам во всем помогают, ориентируют нас в различных направлениях, направляют в нужную сторону, подсказывают. Также специалисты РОЗД-центра с нами постоянно на связи. Они нам рекомендуют форматы проведения, как лучше провести, что лучше сделать, и какие результаты мы в итоге должны получать. Удобное, просторное и яркое пространство поддерживает творческие порывы ребят и помогает им придумывать школьные мероприятия и подготавливаться к ним. Президент школы, ученик 11 класса, поделился с нами, как функционирует специальная комната, где активные ребята могут собираться для обмена мыслями и идеями. Я участвую в разных мероприятиях, акциях. Вместе с Розаной Схадбиевной мы проводим развлекательные, также и познавательные мероприятия для детей. Я стараюсь помогать с организацией и проведением мероприятия, и стараюсь максимально быть активным. Каждое мероприятие мы снимаем, составляем видео, в дальнейшем выставляем. Съемку мы стараемся делать максимально качественно и снимать максимально весь процесс, чтобы никого не оставить в стороне, и каждый мог увидеть себя в этих видео.